Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим. Сегодня мы отправляемся в Бургер Кинг. Давно мы не были в Бургер Кинге, а новинки у них все-таки есть. Хотя, как обычно, я никогда не снимаю новинки. Когда я начинаю снимать новинки, они уже старинками становятся. Ну, в общем, сегодня у нас шведский бургер на повестке дня и какой-то мега острый вопер. Такой остроты, какой мы еще не пробовали в Бургер Кинге. Ну, по крайней мере, так написано на сайте. Отправляемся в Бургер Кинг за потенциальными вкусняшками. 521, спасибо. 521 рубль, очень плохо слышно вообще. Аппарат у Бургер Кинга хуже, чем в Макдональдсе. Там всегда адекватнее все слышно. Шведский бургер с клюкви... О, клюквенный соус, это любопытно. Достоин звания высокой кухни. Сочный говяжий бифштекс, расплавленный сыр чеддер, маринованные огурчики, хрустящий лук и листья салата. С сырным соусом и пряным клюквенным соусом из натуральных ягод. Фух, я справился. Ну, звучит довольно любопытно. Ягодные соусы это хорошо, ягодные соусы с чем ассоциируются у меня? Ну, в первую очередь, наверное, с Бургер Хирус, с их черной мамбой, где используется вишневый соус. А это довольно любопытно может оказаться. Здрасте. Карточкой. Обзоры, да? Пожалуйста, привет. Ага, спасибо большое, да. Всего доброго. Мы на детской качалке. Блин, вообще, такой кайф. Я реально сто лет ни на чем не качался. Это так приятно. Бургер Кинг у нас, да, правильно. Дима показал. Значит, что у нас по стоимости? Ладно, все, стабилизировались. Шведский бургер стоит 215 рублей 48 копеек. А вот лютый, лютый вопер называется, стоит 215 рублей и тоже, а, нет, 57 копеек. Лютый вопер на какой-то сотые доли копеек дороже, чем шведский. Давай посмотрим, что это такое. Цены для бургеров, конечно, великоваты. Так, вот это вот мне нравится. Салфеток, кстати, положили. Спасибо. Будем большое. Немножко, но положили. По две на каждый бургер примерно. Вот это, видимо, буква L, а вот это, видимо, буква Ш. Значит, вот это шведский. Шведский, причем, что там, с темной булкой, что ли? Сейчас будем распаковывать. Вот по весу бургеры, в принципе, сопоставимы, но по размеру, вот лютый он шире, чем нелютый. Как классно мы здесь, смотри, тут люди ногами стоят, а мы бургеры едим, да? Давай распакуем. Такой у нас будет экспресс-обзорчик. Это шведский. Здесь булочка, причем немножко отличающаяся от обычных булочек. Весьма, кстати, весьма вот здесь любопытно все наложено. Посмотри. Тут лучок. Тут чуть-чуть какие-то продунылые огурцы. Какие-то они обычно поярче, по-моему. Либо я с Макдональдсом путаю. Хрустящий лук. Там под этим луком какое-то вот это варенье или соус. Соус и варенье, они не сильно друг от друга отличаются. Добавьте немножко соли в варенье, перчика, и получится у вас соус. И все, да? А внизу булка и котлета. Котлета обычная, как всегда, у Бургер Кинга. Ничего сверхъестественного. Вообще он маленький. То есть за 250 рублей, а ощущение, что мне что-то не додали. То есть он такой вот, ну типа с ладошку. У меня ладошка не самая, конечно, мелкая, но все же хотелось что-то покрупнее. Ладненько. Кисловатый запах клюквы чувствуется. Вот мне не очень понять, почему в Бургер Кинге настолько унылые котлеты. Вот как такое может быть, что ты вот в рекламе везде позиционируешь себя, как котлеты на огне, вот это все. Ну все видели рекламу Бургер Кинга, и везде одно и то же. У нас типа самое лучшее мясо там готовится на огне. Унылейшая котлета, блин. Это гребанная картонка просто. Вот представьте себе картонку, вы ее жуете, и вот это Бургер Кинг. Серьезно, я не говорю, что в Макдональдсе там лучшие котлеты, или в Киевсе нет говяжьих котлет, ладно. Короче, в Макдональдсе тоже там котлеты дно, заморозка, но по какой-то причине они у них чуть менее пресные, что ли. То есть в Бургер Кинге это странная история. Вот. Но, подожди, это я как про котлеты, это касается вообще всей вот этой фастфудной истории. Что касается соуса, это, ну, это обычный джемчик, клюквенный такой, ну, с солью, перчиком, как бы, ну, варенье, которое перешло в соус. Это весьма подходит. Ягодные соусы с говядиной, пусть и даже вот такого формата, как в Бургер Кинге, это весьма неплохо. То есть в этом бургере чувствуется и сыр, и клюковка, и как бы все зашибись. То есть я, я бы, честно, честно, я бы похвалил их за это. Серьезно. У меня с Бургер Кингом как бы вообще не складывается. То есть мои вкусовые ощущения, и то, что делает Бургер Кинг, мы на разных планетах живем. Вот не знаю, ну, не подходит для меня. А люди любят его. Обычно Бургер Кинг, так же, как и Макдональдс, они редко делают что-то новое. Они берут что-то старое, добавляют какой-нибудь один ингредиент или чуть-чуть его меняют и называют по-новому. Вот все новинки. Ягодного соуса в Бургер Кинге, насколько я помню, не было. И это я считаю новинкой. Вот это можно называть новинкой, которая любопытно и попробовать стоит. Хрустящий лук, любопытный клюквенный соус, у него вкусный, он добавляет вкуса. А все остальное, в общем-то, все, что в обычном вопере. Сырок, булочки, все плюс-минус одинаково. Но это любопытно. Пожалуй, даже, наверное, рекомендовал бы вам, вот если любите Бургер Кинг, попробовать вот этот бургер. Это интересно. Вот для фастфуда это интересно. Ну а что же у нас с острым? Лютый вопер. О, вот здесь и булочка стандартная, с кунжутом, да? И размер ее побольше. Ну, в общем, чисто воперовская история. Там булка немножко отличалась все-таки. Котлета абсолютно та же. Салат айсберг абсолютно тот же. Помидоры тут добавились, лучок. И как бы сыра ничего нет. То есть вот вопер. Можно еще, наверное, сыр добавить, но в стоке его нет. То есть это котлета, лук, помидоры и какой-то очень красный, точнее розовый соус такой. Выглядит бесперспективно. Если вот шведский выглядел перспективно, то этот довольно уныло выглядит. Ну, давай попробуем. И здесь не очень очевидно наличие перчиков халапеньо. А, нет, есть они. И вот этот соус, скорее всего, острый, плюс перцы халапеньо, но хрен его знает. Давай попробуем. По идее, это, типа, самый, наверное, острый бургер от Бургер Кинга, да? Ну, давай. Я, кстати, запить не взялся бы, хотя я меринду купил. Короче, бургер сдержанный. Называть лютым бургер, от которого не идут слезы, это очень странный Бургер Кинг. Острота есть. Острота повыше, наверное, чем в обычных каких-то островатеньких бургерах. То есть он чуть лютее, чем обычно. Но желание бежать, что-то запивать, или заедать. У меня такого нет. То есть этот бургер не лютый. Лютый это когда прям слезы, когда пробивает напотняк. Вот это люто. Вот настоящая аджика. Вот это люто. А это, ну, для детей. Привыкши к халапенью, правда, детей. Короче, Бургер Кинг вот в моих глазах немножко реабилитировался относительно новинок, потому что шведский бургер, пожалуй, любопытен. Его интересно попробовать. Что касается вот этого с дремлением за остротой, ну, это как шаурма на Бауманской, да. Можно сделать максимально острую шаурму, брать за нее за 2000 рублей, но зато быть на слуху. Типа, ты сделал максималочку, понял? А потом, когда ты перестаешь быть на слуху, сделать шаурму в два раза острее, чем была до этого, та-то убивала людей. Это просто косит, когда ты подходишь к этой шаурме, понимаешь? И дальше оставаться на слуху. Ну, это-то мания, типа, у нас было остро, а теперь у нас острее, там, ну, это как, сука, порошки, я не знаю. Вот каждый меняет упаковку порошка, и с каждой новой рекламой он почему-то стирает лучше, блин. Я не понимаю. Вот я не замечаю вот это. И паста зубная каждая новая чистит лучше, чем предыдущая. По факту, одно и то же всегда. Вот то же самое и вот этот острый бургер. Он не очень острый, то есть, если вы боитесь остроты, вам есть точно не стоит, но если вы, как бы, к остроте относитесь нормально, вы его съедите и не очень-то пострадаете. В общем, шведскому бургеру ставлю лайк, лютому воперу ставлю дизлайк. Вообще неинтересная история. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, скоро еще какие-нибудь новинки с других мест. Ну, они, точнее, сначала станут новинки, потом я... Пройдет полгода и я сниму на них обзор. Вот так это работает на канале Покашеваль. Виталя, самый-самый-самый свежак вам подгоняет. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!